Субтитры сделал DimaTorzok Это жезл, конечно же не полный жезл В дальнейшем этот опять же жезл начнет высасывать из узлов ауры автоматические аспекты И в это время мы можем находиться где-нибудь в шахте, летать на драконе, находиться где-нибудь в другом мире И жезл все будет делать за нас Потом мы вернемся и увидим то, что наша палочка практически полностью заполнена Если не полностью заполнена И это офигительный перезарядочный пьедестал, нам обязательно нужно его скрафтить И на самом деле я тут уже где-то без съемки играю минут 15 Потому что тут на самом деле много чего пришлось мне сделать Так как, смотрите, если мы сейчас зайдем в Тауманомикон Мы увидим наш перезарядочный перезарядочный пьедестал В принципе у меня есть алмазы, у меня есть золотые слитки, магические пьедесталы и сингулярный амулет То есть в принципе крафт у нас уже выполнен Но у нас тут была небольшая проблема Ну то есть у меня по крайней мере У нас есть аурам, у нас есть перекантати Но я не знал где найти пермутатию Я серьезно нигде его не мог найти Как оказалось я его смог все-таки найти Но нашел я его в Сребролисте Как вы понимаете Сребролист это такой цветок Который находится только вот под такими вот деревьями Он растет только под такими деревьями И это означало то, что мне пришлось сейчас лететь целых 2 километра блоков Находить эти деревья Снова добывать эти Сребролисты И это... О боже, у меня снова мозг аж начал кипятиться Но я все-таки добыл сразу же по-моему 14 Сребролистов Прямо сейчас я некоторые из них положил вот сюда И у меня походу он не появился Прикантатио, так, стоп, прикантатио Давайте-ка мы его сейчас заполним вот в эту баночку Дело в том, что я как раз таки сейчас тут с баночками Очень долго думал, думал, думал И опять появляется какая-то ненужная фигня Да не нужен мне этот герба, не нужен Неужели вы не понимаете? Так, у меня опять заполнен инвентарь Понятно, выбросим тогда что-нибудь пока что ненужное Например, вот эти вот 3 блока Да тут даже больше можно Так, и... Ага Посмотрим, надеюсь то, что пермутатио мне выпадет Пожалуйста, пермутатио Да опять этот гребаный гербом Вы чё издеваетесь? Вот этот вот я не понимаю, что это за аспект Но, наверное, всё-таки он мне в дальнейшем понадобится У меня его нету возле маяка Поэтому давайте, знаете, что сейчас делаем? Мы, во-первых, возьмём кучу этого самого стекла Надеюсь то, что оно у меня присутствует Так, стекло Эй, алоха, стекло, у тебя чё Эти, как бы, дни... Нет, смотрите, стекло есть, замечательно Берём, создаём наши стеклопанели Берём их сразу Вау, почти полтора стака Замечательно Далее, по-моему, нам понадобятся дубовые плиты Эм, да, вот, мы можем их создать Замечательно Палочка у меня вроде тоже где-то лежит Ага, сразу же здесь Аспекты у меня присутствуют Хотя там, по-моему, нужно очень много воды А у меня как раз-таки всего четыре воды Блин Ну ладно, посмотрим Так, начинаем создавать Создаём сначала дубовые плиты Вау, нихрена себе сколько их, двадцать четыре? Ну мне так много-то и не надо И... ну-ка Да, тут нужна грёбаная вода Как же это плохо Чёрт возьми У меня как раз-таки мало этого аспекта Ну ладно, я всё равно скрафчу чуть-чуть баночек Сколько у меня выйдет? Пять Нормально Думаю, этого вполне пока что будет достаточно Всё остальное забираем Баночка заполняется И... сколько? Где? Вот Подождите Куда делась банка, лол? А, вот она, господи У меня... блин У меня теперь две банки с этими аспектами Вот это я... Ты... так-так-так-так Куда-куда понёс? А ну отдай мою банку О боже мой, эти големы Как вы меня бесите Иногда вы такие умные А иногда вы такие тупые Так, стоп У меня заполнен инвентарь Сейчас мы его быстренько вот так вот Немного Отчистим Походу он уже унёс другую банку Или я взял? Да, я взял Как называется этот аспект? Алинис Угу То есть переводится как Что-то типа чужое Чужие, чужая, чужое Что-то типа такого Ну окей, у меня теперь две банки с такой эссенцией Мы её так и быть положим Посмотрим, что у нас из этого выйдет Вот так вот И идём теперь за пермутатью Пойди, у меня там она начала появляться Я видел Краем глаза Ну-ка Да, вот 18 пермутатья Как я в принципе и хотел Замечательно Теперь берём нашу палочку И у нас, надеюсь, то, что сейчас всё получится Фух Блин, я сейчас немного волнуюсь Потому что перезарядочный педестал Я к нему шёл целых... Целых-целых одну серию Ни хрена себе Так, банка эссенции кладём Итер тоже пусть валяется Прикантатья И вроде бы все аспекты у нас присутствуют Давайте на всякий случай сразу проверим Нам нужно 10 аурам У нас её целых 60 Замечательно Нам нужно... Где? Нам нужно 15 пермутатья Оно, как видите, у нас тоже присутствует И пер... Прикантатья тоже есть Нам нужно 15 А у нас есть 46 Охрененно Так, всё, сингулярный амулет Куда тебе там класть-то нужно? Я уже на самом деле забыл Так, там аномикон Тебя нужно положить... Куда? Снизу То есть вот сюда Замечательно Смотрим дальше По бокам у нас по идее алмазы А, слушайте, у нас тут не по бокам получится То есть получается нам сначала эти пьедесталы нужно переставить Ух ты ж ёшкин, ты кот What the fuck? Какого-то хрена я сломал блок прямо под пьедесталом Вместо того, чтобы сам пьедестал Окей, эти грёбаные баги Как вы меня раздражаете Так, ну что же Вот у нас есть три пьедестала Один сюда Другой сюда Сам пьедестал мы кладём так же сюда Потому что он нам понадобится И сюда я уже на самом деле не помню По-моему золотой слиток Он у меня, слава богу, тоже в инвентаре Фух, главное сейчас не ошибиться На всякий случай, конечно же, это сейчас всё проверим В тауманомиконе И смотрим Так, снизу сингулярный эмулет, всё правильно Алмазы и золотой слиток Ну что же, осталось только лишь нажать Я надеюсь, что ничего не упадёт Ничего не потратится И жмякаем Раз, два, три Воу Отлично Как же я люблю на это смотреть Ой, ой-ой-ой, всё Аспекты пошли, пошли, поехали Молния бьётся Сразу же следим за золотым и алмазами Потому что они могут влёгкую исчезнуть И what the fuck? Так У нас упал сингулярный амулет Мне это не нравится Тут больше ничего не упало Алмаз упал, what the fuck? Хватит падать Вы чё, издеваетесь надо мной? Золото расщепилось, алмаз расщепился Амулет расщепился И... Оу, fucking god Нееет Алмаз исчез Вы видели, он просто взорвался К хренам собачьим Ну, слава богу, то, что это алмаз взорвался А не сингулярный амулет Потому что, если бы это был амулет Я бы тут просто, знаете, как бомбил? Знаете? У меня тут, наверное, просто пукан рвало Во все стороны Так, ладно Алмазик у меня, в принципе, они ещё пока что есть Кладём И... Смотрим Давай, расщепляйся, быстрее У меня хоть аспекты-то ещё есть Так, вроде должны присутствует Эээ... Какого тебе аспекта-то не хватает? Пермутатио, что ли? Да, у меня действительно снова кончился Пермутатио Ну, зашибись Теперь снова придётся за ним лететь Господи, как меня это бесит Хотя, подождите, не придётся лететь У меня же ещё остались серебралисты Так, ну-ка, появляется? У меня тут ещё целых... Три бочки пустые Так, вот, появляется Так, что там? Что там не так? Алмаз снова уничтожился? Да нет, вроде валяется Но я слышал, что что-то взорвалось И мне это чертовски не нравится Так, сколько? Шесть Всё, погнали Так, что это такое? А, это валатус, господи Нет, валатус мне не нужен Всё, быстрее бежим, 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 бежим Быстрее, умоляю, умоляю, умоляю Ничего не взорвётся Всё получится Уже даже ночь наступила И... Всё, бьётся молнией Ой, как мне это не нравится Давай, работай Где алмаз? Я дал алмазик Да! Да! Получилось! Пьедестал перезарядки Господи Я просто не могу сдержать радость Охренеть У меня получилось У меня получилось И давайте сразу же попробуем Как это всё работает Жезл у нас есть У нас есть узлы ауры У нас есть, собственно, пьедестал Мы на него кладём Жезл и... О, о, о Видите? Вы это видите? Вы это видите? Чёрт возьми! Как это круто всё! Он просто всё автоматически высасывает О, о, о Я просто не могу Можно даже посмотреть Что сейчас там находится Только надо смотреть Сверху Чтоб было удобней А, нет Сверху тоже не посмотришь Ммм Окей Можно, наверное, посмотреть Через таумометр Давайте проверим Я же могу его По идее Вот так-то изучить Вау Действительно могу Тут много всяких Крутых вещей Не, ну, блин Как-то не особо Удобно смотреть Но тут есть Я вижу 100 пердитё уже 100 игниса Хорошо Воды вообще нету Просто ноль И как раз-таки Сегодня мы эту проблему будем решать с водой. Да. Сейчас полечу, короче, на драконе и буду искать по 70 каждого аспекта. Но на самом деле я забыл, для чего именно. А, точно, узел ауры в банке. Вот. 70 каждого аспекта нам сейчас понадобится. Нам понадобится вода также. То есть мы сейчас будем, блин, добывать воду ради воды. О, боже мой. Вот это ирония. Ну что же, я тогда, наверное, нажимаю на паузу и сейчас полечу на драконе. А пока что вы можете заварить себе чаёк, поставить на паузу. То есть это будет что-то, типа, для вас не пауза. Окей. Увидимся через пип. Раз, два, три. ПИИИП! Вот, собственно, проблема решена. Я тут летал практически всю ночь. Уже ночь, кстати, почти кончилась. Но знаете что? Пока я летал, я вот о чём подумал. Когда я принесу себе новый узел ауры, я... Как? Как? Я его просто поставлю, да? Нет. Я его не просто поставлю. Я снова должен к нему подготовиться, как к прошлым узлам ауры. Точнее, к прошлым-то я не готовился, но к этому должен. Я снова должен создать один узел стабилизатор, в принципе создается довольно просто, вы это сами прекрасно помните, но здесь нам понадобится 32 воды, 32 земли, 32 орда, но нам все равно хватит целой сотни, потому что как вы помните, у меня есть такая мантия Тауматурга, которая уменьшает затраты вис на целых 2%, и именно это мне черт возьми поможет. Так, окей, что там нам понадобится, это не тор, я помню, кварцевый блок, кварцевый блок я смогу скрафтить? Да, я смогу скрафтить, замечательно, нам как раз понадобятся 2 штуки, так, магические кирпичи у меня тоже есть, отлично, уже всего 4 блока есть, не тор, поршень и золотой слиток остался, золотой слиток у нас тоже присутствует, замечательно, я бы даже сказал офигенно, осталось всего лишь 2 вещи, и давайте сразу же скрафтим самое сложное, это черт возьми гребаный поршень. Сколько у меня досок? Ага, получается у меня сейчас будет 20 досок, замечательно, этого в принципе будет достаточно, так, стоп, сначала поршень, поршень по идее делается, не помню, вроде так, да, то есть булыжник по бокам, и да, сразу же создал поршень, замечательно, смотрим, что там нам еще осталось, не тор, оу, щит, блин, только не не тор, я ненавижу не тор, я его даже так скажу, не навижу, а, подожди, я так и сказал, ну да, неважно. Так, уголь, значит, берем, сразу создаем, я уже там не помню сколько, 4 факела получается мне нужно, или 3, да, 3 факела получается создаем, сразу же берем еще 1 уголь, или 2, да, 2 угля, и создаем не тор, все, вроде как все это довольно просто, тут никаких аспектов не валяется, значит, светящуюся пыль тоже взял, и начинаем. Раз, два, три, все, не тор есть, гениально просто, мы можем создать себе новый мега супер-пупер-блок, но перед этим я, конечно же, возьму еще себе ботинки, которые я на самом деле забыл, куда положил, но по-моему они здесь, да? Эм, что? Куда я ботинки положил? А, вот они, сапоги Тауматурга, я не знаю, почему я их положил в этот сундук, но, наверное, тогда я был тупой, а, ну да, я же и сейчас тупой, неважно. Так, надеваем, значит, наши супер-пупер-сапожки, и начинаем выкладывать. Поршень 100% сюда, эти блоки сюда, золотой слиток сверху, кварцевый блок по бокам, и снизу не тор. Да, отлично, почти все готово. Так, сколько там нам понадобится? Да, смотрите, всего лишь по 25. Вот таким вот образом работают наши супер-пупер-оченки, мантии и так далее. Кстати говоря, наши очки откровения скоро нахрен поломаются, посмотрите. Ёперный театр. Я бы даже сказал, грёбаный театр. Скоро сломаются, я уже даже забыл, как они крафтятся. Ё-ё-ё-ё-ё-ёшка. Что-то мне это вообще не нравится. Стоп, а где они? Я не помню, действительно, как я их крафтил. Так, изобретение, вот они. Так, они крафтятся из кожи, золотых слитков и таумометров. Охренеть, только не таумометры. Только не таумометры. Так, ладно, как-нибудь потом с этим разберусь, может быть, даже без съёмок, а может быть, в следующей части посмотрим. Так, ну что же, узел-стабилизатор готов, у нас остаётся ещё громадное количество аспектов, и мы можем лететь. У меня для вас есть небольшой сюрприз. Дело в том, что пока я летал на драконе, я нашёл просто офигительный узел ауры. То есть, охренительный узел ауры, благодаря... Чё это там сверху летит? Неужели снова жидкость какая-то плохая? Короче, этот узел ауры имеет целых 73 воды. Представляете, 73 воды аспекта. Это практически на всю палочку хватит. И давайте прямо сейчас мы полетим вот к тому плюсику, потому что я его успел подметить. Да, я летал через всю карту, искал все эти грёбаные аспекты. И, короче, я тогда нажимаю на паузу. Увидимся уже через пип, как обычно. Раз, два, три. Пип! Собственно, к аспекту-то я прилетел, но забыл одну важную вещь. У меня нету стекла грёбаного. Мне нужны именно не стеклопанели, а стеклянные блоки. Но, слава богу, этот аспект находится прямо возле песка, и мы сейчас можем всё это, в принципе, переплавить, потому что у меня даже дубовые доски есть. А если бы и не было, то тут леса полно. Да, так что, опять же, никаких проблем. Так, ну что же, значит, дубовые доски. Создаём, как их там, вроде девять штук. Вот таких вот дубовых плит, замечательно. И далее мы берём где-то булыжник. Оу, щит, а у меня аж булыжника нету. Я просто постоянно пользуюсь, сами знаете, чем. Да-да-да, адской печкой. А тут у меня нету её, значит, придётся прибегнуть к силе простой печечки. Кактусы тут, кстати, растут, но кактусы мне не особо нужны. Так, и, значит, мы сейчас создаём вот это, вот так вот, отлично. Далее сюда песочек и уголёчек, которого у нас по какой-то случайности не оказалось. Так, ну там, в принципе, всё равно девять дубовых плит нужно, так что это я могу сплавить. Что тут я ещё могу переплавить-то, а? Так, люк я могу переплавить, мне, в принципе, не сложно. Так, сколько тут ещё топлива? Топливо, кстати, быстро кончается, я всего лишь одно стекло переплавил. И вы только посмотрите, как всё это долго плавится! Господи, адская печка работает куда быстрее! Охренеть, я даже не знаю, что мне пока что поделать. Три минуты спустя. Так, ну вот, вроде вот такая вот у меня конструкция получилась. Сразу три печечки, верстак, и у меня уже есть очень даже много стекла. А, вот, всё, как раз, 26 стекла у меня присутствует. И вы только взгляните на этот аспект, который, кстати, не видно. А, вот же он, господи. Вот, смотрите в него. Смотрите, просто взгляните! Что-то я его сам не могу рассмотреть. Сейчас, подождите, через 100 умометр посмотрим. Вот, уже 51 аспект воды. На самом деле, он ещё пока что регенерирует, потому что именно из него я как раз-таки всё остальное и достал. И неужели мне снова придётся ставить на паузу? Вы что, издеваетесь? Эй, Майнкрафт, а ну давай быстрее регенерируй этот узел ауры. 52. А мне нужно 70. Походу, регенерировать будет действительно очень долго. Ладно, знаете что? Я пока что забью на эту регенерацию. Я так и быть просто возьму и заберу. Мне 50 будет достаточно. Я вообще ждал 30, а тут было 70. Но мне и 50 будет достаточно. Вот серьёзно. Даже если бы тут было 30, я, в принципе, всё равно забрал. Так, ну что же, начинаем. Так, пойди вот как-то здесь надо поставить стёклышко. Блин, темно как. Факел нужно срочно разместить. Уж слишком долго я ждал это стекло. Так. Оп. Блин, не туда стекло разместил. Придётся сейчас из печки ещё одну взять. Ну ладно, в принципе, в печке у меня их довольно ещё много. Далее вот так вот по бокам. Отлично. И сейчас надо будет всё это закрыть дубовыми плитами. Я же вроде как дубовые плиты не всрал, да? Да, все 9 есть. Замечательно. О боже мой, как же здесь темно. Дракон, порычи, а то я вообще ничего не вижу. Вот, отлично. Стёклышко, привет. Кладём мы его куда-нибудь вот здесь, по-моему. Да, у меня нету. Да, вот тут дырень такая. И закрываем всё это дубовыми плитами. Палочку тоже берём. Слава богу, она у меня заполнена. Я её не забыл. А то было бы на самом деле глупо, если бы я её забыл дома. Пришлось бы лететь обратно. Ух. Так, ну и нажимаем право кнопку мыши. Раз, два, три. Пу! Еее! Оу, еее! 55 аспектов воды. Оу, да! О боже мой. О, да! Господи, как же это охренительно. Так, ну ладно, я тогда... Не знаю, на водном драконе лечу. Ну, увидимся через снова, как вы знаете. Что? Пип! Но, знаете что? Нет, нет, сегодня я даже не буду говорить пип. В каждой серии должен быть такой момент, когда я не говорю пип. Просто скажу. Раз, два, три. Ну что ж. Раз, два, три. И снова дом, милый дом. Так, всё, осталось только это всё разместить. Смотрим, ничего ли я не забыл. Узел ауры в банке есть. Нормальный тусклый, замечательно. Далее, узел стабилизатор есть. Нормальный, нормальный. Это нормально. И, в принципе, я готов. Палочка у меня тоже вроде при себе. Да, сейчас мы её будем пытаться зарядить. Ну-ка посмотрим, как у нас это всё получится. Тут у нас вроде всё заряжается, да? Помаленьку, понемножечку, но всё-таки заряжается. Да, дело в том, что из-за узлов стабилизаторов регенерация у самих узлов происходит очень медленно. Но я думаю, что нам всё равно это не помешает, так как узлов здесь довольно много. Да, уже целых три сейчас будет. Так, вот, наверное, посерединке его положим. Далее ставим это сюда. Разбиваем. Что? А, подождите, нужно же палочкой нажать. Разбиваем. И... Оу, еее! Оу, еее! Тут сразу стало 43. Дело в том, что узел стабилизатор сейчас немного попитался этой водой. Но... Но... Всё равно регенерация скоро пойдёт снова. И давайте проверим. Ну-ка. О, боже, как же это красиво. Блин, давайте даже вырубим шейдеры. Пойди, и без шейдеров это должно даже ещё красивее выглядеть. О, боже мой! Я не могу, это так красиво! Ааа! Как... Вот как... Как создатель Таункрафта так умудрился сделать Майнкрафт красивым? Я не понимаю. Просто не понимаю. Так вот, он высасывает воду. Замечательно. Всё остальное вроде как продолжит сейчас регенерироваться. Вода высасывается. И тут её уже целых сто! Всё! Отлично! Хотя, на самом деле, странно, как он так много воды высосал. Тут уже сто орда, подождите. А, нет, сто пердитё. Окей, забираем. И всё, наверное, я тогда заканчиваю на этом серию. Потому что, в принципе, на сегодня моя задача выполнена. Именно это я сегодня хотел сделать. И, как вы видите, я сделал. На самом деле, довольно быстро, по моему мнению. В прошлых сериях у меня на это уходило довольно долго. Много времени. И я дико извиняюсь за сегодняшнюю серию. Так как я в этой серии очень много запинался. Но снимаю я её рано утром. Да. И как бы... Вы, наверное, сами понимаете, каково это говорить очень быстро. И по делу ранним утром. Это примерно... Кусать Катю. Вот. Ладно. Спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк. Надеюсь, то, что... Благодаря вашим лайкам в следующей серии выйдет намного быстрее. Хотя, конечно, это зависит от вас и в то же время от меня. Ладно. Опять же. Надеюсь, то, что вам понравилась эта серия. Спасибо огромное за просмотр. И если вы здесь привык, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лололошка и Майнкрафт. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok